Привет! Сегодня я хочу рассказать, как я делаю домашнюю колбасу в ветчиннице без оболочки. Она получается очень сочная, вкусная и ароматная. Сегодня я буду делать ее из свинины. Килограмм свинины. Она не очень жирная, чуть-чуть там жира есть. Свинина хорошо охлажденная, даже чуть-чуть подмороженная. Нам ее надо нарезать на кубики. Размером где-то сантиметр-полтора. Вот такие кубики. Складываем нарезанное мясо в чашку и добавляем специи. Это нитритная соль, просто соль, сахар, чеснок сухой, черный перец, мускатный орех. И все туда. Количество всех ингредиентов под видео написано. Сейчас я их проговаривать не буду. Добавляем в нарезанное мясо и вымешиваем. Размешиваем, вымешиваем, потом чуть-чуть так рукой утрамбовываем и закрываем пленкой. Ставим в холодильник минимум на сутки. Можно на трое суток. Мясо должно созреть. Нарезали, поставили, забыли. Когда вспомнили, достали. Разделим теперь пополам. Часть у нас будет нарезанная вот такая кусочками. Мы ее в чашу перекладываем. А вторую половину превращаем в фарш. Прокручиваем ее на мясорубке самым-самым маленьким отверстием решетки. Прокрутили. Теперь мы смешиваем мясо с фаршем. И вливаем ледяную воду. 10% от количества мяса. То есть, если у вас килограмм, значит 100 граммов ледяной, прямо воды. Очень холодной. И теперь можно руками вымешивать. Я вымешиваю с помощью миксера, насадка, крюк. Вымешиваем до тех пор, пока нити, такие появятся, белые прямо нити. И станет очень липким фаршем. Температура фарша должна быть не выше 10 градусов. Если повышается, ставьте в холодильник, пусть остывает и снова вымешиваете. Все размешали, вымесили фарш. И теперь в ветчиницу закладываю. У меня вот такая ветчиница. Мы вкладываем пакет внутрь. Если бы пакет был размером точно совпадающим с ветчиницей, то колбаса была бы ровненькая по краю. А так она получается немножко мятая. На вкус это, конечно, никак не влияет. Но вот эстетика чуть-чуть хромает. Эту же колбасу можно делать и в оболочке. Но в данном случае у меня вот ветчиницу. Все выложили. Потом ложкой как следует вот так ее туда внутрь. Умяли, чтобы воздуха поменьше там оставалось. И теперь этот пакет завязываю. Можно просто закрутить и положить. Но я все время завязываю. Так вот закручиваю. Закручиваю. И ниткой прямо 2-3 раза завязываю плотненько. Вот так. Раз и два. Отрежем. Все. Теперь этот верх я вот так укладываю туда. И собираем ветчиницу. Пружина. Прижимаем крышкой. Очень удобная. Мне она нравится. Так. Провернул и она закрыта. Все. Теперь нам надо отеплить ее. Пусть постоит на столе часа 3-4. Пока не станет 20 градусов хотя бы. Потом нагреваем духовку до 80 градусов. Ставим. И запекаем колбасу где-то около часа. Потом я вставляю градусник внутрь. Проверяю. Сейчас после часа она где-то 40 градусов. Нам же надо получить 75-80. Чтобы внутри было 75-80. На это уходит как правило 3-3,5 часа. Вот у меня уже 80. Теперь ставим в ледяную в холодную воду и даем ей остыть до комнатной температуры. А потом переносим в холодильник. В холодильнике должна выстояться колбаса где-то не менее 5-ти часов. У меня как правило стоит ночь. Потом утром открываю, разбираю все это. Видите, она такая спрессованная, плотненькая, прямо плотненькая. Вот. Вот такая. Вытащили, отрезали, разрезали. Пленочку снимаем. Вот она морщинистая немножко. Мне это конечно не очень нравится, но... Зато возни почти никакой. Поставила, пусть себе стоит. Потом охладила, пусть себе стоит. А утром разрезала, получил вкуснейший продукт. Бульонного отека здесь никакого нет, потому что температура соблюдена. Все это и выпросили. Ну и нарезаем. Нарезать ее можно тоненько, она не разваливается. Она довольно пластичная такая. Смотрите. Это не котлета. За счет наличия нитритной соли это колбаса. Все. Спасибо, что заглянули ко мне. Приходите еще и делайте. Видимо. Утой? Продолжение следует...